Герри Сэмикс Второй фильм по технике мотокросса Положение и движение тела Существует одно очень важное правило, которое вы должны усвоить, чтобы улучшать свои результаты. Это положение и движение тела. Чтобы начать изучение этого важного правила, давайте рассмотрим мотоцикл. Мотоцикл сконструирован так, что его центр тяжести расположен низко. Весь основной вес мотоцикла приходится на его центр. Теперь огоньчики. Вы собираетесь опустить свой центр тяжести как можно ниже и выполнять все движения из центра мотоцикла, в место, где проходит его ось вращения. Таким образом, вы стремитесь сохранять систему рычагов, которые образуют ваше тело и мотоцикл. Ваше тело дополняет конструкцию мотоцикла. Вы должны до автоматизма отработать правила. Больше всего вы опираетесь на педали, в меньшей степени на сидение и практически совсем не опираетесь на руль. Это означает, что вес тела удерживается ногами, а верхняя часть туловища должна быть более расслаблена, следовать за движениями мотоцикла, а также двигаться, чтобы начинать какой-либо маневр или удерживать центр тяжести. Настоящий классный гонщик никогда не будет делать размашистых беспорядочных движений. Он точен в управлении, соблюдает равновесие, слаженность действий и заранее определяет траекторию движения и преодоление препятствий. Его движения малозаметны и четки, они требуют гораздо меньше энергии. Есть очень хорошее выражение. Пусть мудоцикл сам вас везет. Еще одно правило. Локти должны быть подняты вверх от введенных сторон. Таким образом, гораздо легче действовать в верхней части туловища. Чтобы ездить таким образом, вы должны держаться за рукоятки хватом сверху. Кисти и предплечье будут вставлять одну линию, а локти поднимутся вверх. Наилучший способ занять нужную позицию, это настоящий в неподвижном мотоцикле в центральном положении закрыть глаза и расслабить руки, опустив их вдоль туловища. Затем положить руки на рукоятки. Взяться за них так, как вы это обычно делаете. Если хват не сверху, то во время езды локти не будут подняты в достаточную высоту. Хват ниже требуемого приведет к опусканию локтей. Хват сверху к подъему локтей. Поднятые вверх локти дают возможность удерживать плечи. Верхняя часть туловища будет двигаться вдоль мотоцикла. Вы сможете легче управлять мотоциклом, наклоняя его из стороны в сторону или же вверх-вниз на повороте. Если вы опускаете локти вниз, то ловище будет поворачиваться в направлении противоположного тому, куда вы хотите направить мотоцикл. Смещается центр тяжести и вы теряете равновесие. Когда вы собираетесь поворачивать, центробежные силы заставляют мотоцикл наклоняться. Увеличивается сила тяги. Чем сильнее вы сможете наклониться, и чем быстрее вы пройдете поворот, тем сильнее тяга. Вы контролируете наклон равновесием. Сначала вы наклоняете к центру поворота корпус, а затем контролируете наклон мотоцикла, опуская его ниже или наоборот поднимая движением верхней части туловища под постоянным контролем. Вы должны наклонить машину достаточно низко, чтобы ниже располагался и центр тяжести на повороте. Благодаря этому вы сможете быстрее набрать скорость выходя из поворота. Наклон должен иметь определенную величину в соответствии с вашей скоростью и силой тяги. Очень важно сохранять способность контролировать скорость и инерцию. Вы сможете это делать, только освоив все системы управления мотоциклом. Но об этом позже. Если вы наклоните мотоцикл слишком сильно, то вам придется выставлять ногу и опираться на нее, а также тянуть за руль. Если наклонить мотоцикл недостаточно, то он может выпрямиться, а вы можете потерять контроль. Если выполняете поворот правильно, то чувствуете, как вы вместе с мотоциклом на протяжении всего поворота находитесь в равновесии. Вот тогда вы сможете быстро набрать скорость. Следующее положение, которое мы рассмотрим, это положение, которое во время поворота занимает нога, обращенная внутрь. Многие гонщики совершают ошибку и используют ногу для удержания равновесия. Зачем? Они вынуждены это делать, так как потеряли равновесие. Они потеряли контроль над действиями верхней части туловища, и теперь надо исправлять ошибку. Для этого они выставляют ногу, используя для удержания равновесия. Они слишком отклонили корпус наружу, опустили локоть наружной руки, и теперь корпус развернут наружу. Также ошибкой является переступание внутренней ногой при повороте. Это все очень и очень серьезные ошибки. Причина у них одна. Потеря равновесия. И отсутствие контроля за скоростью и инерцией. Если вы все делаете верно, нога остается на педали все время, до тех пор, пока вы не наклоняете мотоцикл для поворота, прямо перед тем, как вы наклоняете мотоцикл. Вы опускаете ногу и держите ее внизу до того момента, как начинаете набор скорости на выходе из поворота. Вы переходите от торможения к набору скорости. Но об этом чуть позже. Вы снимаете ногу с педали, только на этом участке поворота, после чего ставите ее обратно. Вы находитесь в равновесии, контролируете движение корпуса. Для этого не нужно снимать ногу с педали. Если вы снимете ее, то корпус отклонится наружу, и вы потеряете контроль. Теперь рассмотрим движение туловища в полной амплитуде. Вы должны чувствовать себя удобно и контролировать ситуацию при любом положении тела. От крайнего впереди до крайнего сзади. Тогда, когда это положение необходимо. Мы уже знаем, что такое центральное положение. Вы должны легко перемещаться из него в крайние передние и крайние задние положения. Это необходимо. На трассе вы будете это делать почти все время. Вперед-назад, как в лодке на веслах. Но есть одно существенное отличие. На лодке нет вращения и такой слаженности действий, которые требуются на трассе мотокросса. Когда вы двигаетесь вперед-назад, мотоцикл все время меняет свое положение, наклоняется и поворачивает. По этой причине вы не должны опираться на руль. Существует лишь один центр вращения корпуса, педали. Если их будет два, если вы будете прикладывать нагрузку на руль, то появляется гораздо больше шансов упасть. Действительно, очень много правил. Наверное, вы сомневаетесь в том, что сможете правильно выполнять их. Прекрасно помогает их отработка по отдельности. Вы изучаете и отрабатываете каждый вид техники отдельно. Если попытаться выполнять все одновременно на трассе, то ни один вы не будете делать, правильно? Вот несколько примеров, как отрабатывать положение движения тела по отдельности. Продолжение следует...